ПЛАВАНИЕ Ходит в секцию кикбоксинга, а зимой встает на коньки и лыжи. Говорит, любовь к спорту передалась ему от отца. Он наоборот меня пытался отдать в какие-то секции, то есть отдавал, чтобы я не сидел дома. Раньше же мы бегали на улице, то есть мы не сидели дома, как сейчас где-то за компьютером. Ну видно, чтобы что-то там, какую-то дисциплину привить, создать характер. Даже свой отпуск Алексей проводит максимально активно. Вот люблю что-то такое, да, активное, экстремальное. То есть не люблю пассивный отдых. Даже когда езжу на отдыхе, я не люблю просто лежать, загорать. То есть максимум день-два, потом мне надо куда-то поездить, посмотреть. Испытать себя на прочность Алексей Лугунов пытается при любой возможности. Были прыжки с тарзанкой с высоты 80 метров, дайвинг и даже прыжки с парашютом. Но даже такой экстрим, говорит, не всегда оправдывает ожидания. Ты приходишь, тебя поднимают в самолете, снизу все как какие-то картиночки, поля, ничего страшного, выходишь, ничего не понял, парашют открывается. Приземляться немножко жестковато там, потому что парашюты десантные, приземление жесткое. Вот второй прыжок, когда ты уже знаешь, чего ждать, вот тут уже начинаешь немного волноваться. Испытывать свою выдержку, признается Алексей, берется только ради спортивного интереса. По образованию он юрист, но чаще борется не с нарушением закона, а с человеческой ленью. Мужчина занимается популяризацией спорта, являясь активистом общественной организации «Первуральск. Город чемпионов». Говорит, прежде всего важен личный пример. Где-то собственным примером, где-то вот на примерах мероприятий показываете, что это здорово, это полезно, это интересно. То есть это дружба, это характер, дисциплина. То есть это в жизни пригодится в любом случае, то есть во сколько бы лет вы не занимались. Потому что даже скажу так, что друзья, которые обычно появляются по тренировкам, они остаются на долгие годы или даже на всю жизнь. Алексей участвует во многих спортивных мероприятиях города, много общается с молодежью и для кого-то он наверняка пример для подражания. Есть кумеры и у самого Алексея. В разных, я бы сказал, сферах, в разных, да, там где-то в науке, в спорте еще, то есть есть какие-то примеры, на которых стоит равняться. Поэтому их несколько, я не могу сказать, вот допустим, если в творчестве, да, мне там нравится Высоцкий, допустим, в науке мне нравится Ломоносов. На будущее много планов, признается Алексей. В числе ближайших получить звание мастера спорта по пауэрлифтингу, сходить в поход на Алтае, а еще своими глазами увидеть Байкал. В преддверии главного мужского праздника на вопрос, что для вас означает понятие быть мужчиной, Алексей отвечает. За мужчиной, как за каменной стеной. Ну то есть вот это такое понятие, в которое много входит. И забота, и поддержка, и защита, и решение каких-то проблем.